Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы говорим о развитии инвесторского мышления и формировании инвестиционного портфеля. Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему как фундаментальный анализ. Попробуем провести его также в формате диалога. Вопрос-ответ, какие типовые вопросы встречаются по поводу фундаментального анализа, в чем может быть отличие от технического анализа, в этом мне также помогает Злата. Давайте начнем. Максим, приветствую! Главный вопрос, который хочется задать. Что такое фундаментальный анализ и важно ли в этом разбираться? Фундаментальный анализ, как я уже говорил в видео по поводу того, какие книжки стоит прочитать. Я говорил, что родоначальником фундаментального анализа выступал Бенджамин Грэм. Здесь больше речь про стоимостное инвестирование. И как раз таки фундаментальный анализ все эти мультипликаторы фактически позволяет ответить для инвестора на вопрос, что. А технический анализ отвечает на вопрос, когда, как. То есть вот мы рассматривали пирамиду ДИЛСа, то есть нейролингвистических уровней. То есть мы говорили очень много про видение, про развитие инвесторского мышления и что является очень важным ответом на вопрос, что. То есть что я хочу достичь. То есть данная пирамида, она действует во всех сферах жизни. Она в сфере построения семьи, то есть она в сфере построения карьеры, в сфере инвестиций, личного финансового планирования. Когда формулируется четко вопрос, ответ на вопрос, что, то в этом случае вопросы как, ну то есть некие такие тактические решения. Первое это стратегическое, что. А потом к этому уже подтягиваются к видению, подтягиваются вопросы как. И поэтому, когда мы переходим уже к вопросу инвестирования, и когда мы говорим о вопросах фундаментального анализа и технического анализа. Но здесь вот, что для вас является ключевым? Купить компанию с определенным денежным потоком. То есть условно я покупаю компанию за 50 рублей, у которой денежный поток 5 рублей в год. Ну дивиденды выплачивают 5 рублей в год, 10 процентов годовых дивиденды составляют. Если я нашел компанию, которой я мог получить для себя ответ на вопрос, что купить вот эта вот компания, сколько она стоит, стоит она 50 рублей. Какой у нее денежный поток? 5 рублей в год. Дивидендная доходность 10 процентов. Соответственно, в этом случае получается, что я ответил для себя на вопрос, что я хочу купить. Я хочу эту компанию купить именно вот по такой цене. Она сейчас стоит именно столько. Вот такой вот у нее денежный поток. Соответственно фундаментальный анализ позволяет мне ответить на вопрос как она пришла во времени к этому денежному потоку, как долго она к ним ушла, как быстро у ее растет выручка, как быстро растет чистая прибыль, что у нее происходит с долгами. Сколько уходит денег на обслуживание долга, сколько она выплачивает дивидендов, какой размер дивидендных выплат, рост чистой прибыли, какая нет маржин, какая гросс маржин у этой компании непосредственно. Все эти показатели фундаментальные в конечном счете позволяют мне сделать некую целостную картину, что за денежный поток будущего я покупаю в этой компании. Если она будет развиваться теми же темпами, какая у нее динамика изменения темпов роста прибыли, чистой выручки, уровня долга. И в этом случае я покупаю бизнес. Я отвечаю на вопрос, что именно это делает фундаментальный анализ. Технический анализ отвечает на вопрос, когда. При этом недостаток технического анализа заключается в том, что первое, он работает на высоколиквидных бумагах, то есть он вообще практически перестает работать на неликвидных бумагах. Что это значит? Это значит, что одно дело, когда вы хотите купить, не знаю, там, акции «Газпрома» или «Сбербанка», и совсем другое дело, когда вы там получили фундаментальный анализ Тумазинского завоза автобетоновозов и для себя приняли решение, что вы хотите включить его в инвестиционный портфель. И в случае, если с большими деньгами человек покупает Тумазинский завод автобетоновозов, то там технический анализ никак не работает, потому что там ограниченная ликвидность, и если нужно набрать позицию, то, соответственно, акции компании вырос. Второй технический анализ часто используется при манипуляциях, финансовых манипуляциях, инсайдерской торговле, то есть люди, которые имеют доступ к определенной информации. Многие люди торгуют по техническому анализу, есть определенные правила, где выставляются ставки, как они выставляются, различные формации, продолжение тренда, разворота тренда. Часто бывает так, что фактически формации рисуют, то есть люди увидели голову и плечи, а все, сейчас это все перевернется, все начинают шортить. В этом случае какой-нибудь стратегический инвестор с большими объемами может набирать позицию. Поэтому, еще раз, технический анализ, у него ограниченное применение, он действует 50 на 50, это уже доказано. Здесь в любом случае мат ожидания такое, оно или нулевое, или отрицательное для инвестора. И опять же, насколько для меня принципиально, если я покупаю актив за 50 рублей, который генерирует 5 рублей чистой прибыли, причем у него выручка растет на 10-15% в год, размер дивидендных выплат 30-40%, то есть я могу ожидать, что в будущем размер дивидендных выплат выплат выплатится. У компании там gross margin составляет 20%, да, то есть 20 рублей со 100 рублей, у нее чистая доходность. То я понимаю, что в принципе хороший качественный бизнес, я ответил на вопрос, что и я покупаю сегодня за 50 рублей денежный поток, 5 рублей по итогам текущего года, следующих 12 месяцев вернее, который может еще и в следующие 5 лет увеличиваться в среднем на 5-10% в год. Вот что я сделал. И если технический анализ будет говорить, что компания находится на максимумах, я не буду ее покупать, потому что она стоит дорого, то я выпускаю получение этого денежного потока. Часто это относится к хорошим фундаментальным компаниям, росту, да, вот если посмотреть там акции, особенно касается платежных систем, там MasterCard, Visa, то есть вот если на нее непосредственно с точки зрения технического анализа посмотреть на акции данных компаний, но они практически все время растут. То есть если технар ждет какой-то коррекции, ее реально очень сложно дождаться, если не брать какие-нибудь экстремумы. Но при этом с фундаментальной точки зрения, если я понимаю, что это растущий бизнес, есть куда расти, что там высокая маржинальность, незначительный размер еще дивидендных выплат, значит компания есть куда вкладывать, чтобы развивать собственное направление бизнеса, то я включаю ее в инвестиционный портфель, потому что я четко дал себе ответ на вопрос, что. И это вот основное различие фундаментального и технического анализа. Технический анализ это тактические решения. Фундаментальный анализ позволяет как раз-таки ответить на вопрос, что я хочу купить. Мало того, ответить на вопрос, что купить, по заранее определенным параметрам, когда вы определяете, какой вы непосредственно инвестор. Какие фундаментальные параметры влияют на фундаментальный анализ акций? Здесь зависит опять-таки от того, какой стратегии придерживается инвестор. То есть, есть инвестор стоимостной. Яркий пример, допустим, Уоррен Баффетт, стоимостного инвестора, как правило, если мы не брать последние 10-15 лет, то, что делает Баффетт. Он смотрит на стоимость. То есть, для него является ключевым ответом на вопрос, какой денежный поток я покупаю. То есть, сколько мне нужно заплатить за эту компанию, сколько мне своих денег нужно заплатить за эту компанию. Какая в будущем будет прибыль от этих инвестиций. И соотнести вот это соотношение, сколько у меня будет возврат на вложенный капитал, чтобы я мог вернуть свои собственные инвестиции. Это такое вот стоимостное инвестирование, которое в последний период, наверное, не в фаворе. Второе есть, я не знаю, Кэти Вудс, которая относится к сторонникам покупки акций роста. В чем заключается найти какую-то компанию, которая сейчас стоит недешево, которая не дает никаких дивидендов, которая все реинвестирует, у которой высокая кредитная нагрузка, но у которой есть какая-то определенная технология, которая позволяет значительно увеличить производительность труда. И в этом случае человек отказывается от получения прибыли в надежде, что в будущем эта компания вырастет в цене значительно в X-раз. То есть вещи, которые сейчас, допустим, еще не считаются, которые не учитываются. Ну, пример с Теслы той же самой, да, слова Кэти Вудс, которые говорят, ну да, она продает там не так много, как продает сейчас, но у нее громаднейший объем данных по сравнению с остальными автопроизводителями, чтобы сделать там беспилотные автомобили, у них обработка больших big data, да, то есть большого объема данных, у них роботизация, то есть практически автопилотные автомобили это роботы, да. А это некие такие тренды, которые развиваются, которые двигают экономику, которые увеличивают производительность труда. И да, если мы раньше считали, что через 5 лет Тесла будет занимать 25% рынка электрокаров, сейчас мы считаем, что Тесла будет занимать 25% всего авторынка, да, потому что у нее есть конкурентные преимущества. И поэтому она ее понимает и говорит, что, ребят, акции Тесла будут там 3000 долларов стоять. Ну вот как бы подход, да, то есть это тоже фундаментальный анализ, да, на основе определенных гипотез, которые выстраивает человек, транслирует в будущее какие-то некие такие оптимистичные ожидания, формирует портфель из нескольких бумаг где-то на грани венчурного инвестирования, но с попыткой поймать какие-то микротренды, да, которые существуют в мире, в экономике, которые делают ставки крупные фонды. И, соответственно, вот на этом вы и говорю. И здесь, когда я говорю про то, что нужно определить, кто вы, вы стоимостной инвестор, да, или вы человек, который инвестирует в рост. Я, допустим, для себя решил, ну, лично для себя, для капитала свои дети, я человек стоимостного инвестирования. То есть, да, все эти классные брошюры, да, то есть все, что вот это вот пишется, перспективы, все это хорошо, замечательно, просто таких же перспектив очень много было и в 2000-х годах, когда в Доткомы инвестировали, когда компания, не создавая ценности для акционеров, да, то есть только имея какую-то определенную идею, стоили каких-то бешеных денег. Я вот такой, может быть, рано еще стал, да, всего лишь 40 лет, но человек стоимостного инвестирования. Моя задача иметь актив, который сгенерирует достаточного денежного потока в форме дивидендов, чтобы я мог увеличить или долю владения этим активом, или на эти деньги купить какие-то другие активы, которые будут увеличивать долю владения. Это не так быстро, это скучно, это для молодежи особенно стремно, потому что драйва движухи нет. Но лучше я буду идти по этому пути, чем иметь риски, да, каких-то коррекций, там, на 50, 70, 90. В Доткомы вообще, там, 90% компании просто обанкротились. Всегда ли нужно проводить фундаментальный анализ? И как, собственно? Если человек перешел в стадию того, что, вот опять мы сейчас к чему приходим, что есть люди, которые занимаются индексным инвестированием по принципу всесезонного портфеля, есть люди, которые выбирают отдельно взятые ценные бумаги, акции. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы, но фундаментальный анализ, он в первую очередь важен для людей, которые конкретные акции выбирают в свой собственный инвестиционный портфель, и здесь лучше самостоятельно проводить этот анализ. Параметры человек определяет сам, то есть кто-то говорит, что я покупаю только дивидендных аристократов, то есть я хочу иметь только дивиденды и капитализировать свои дивиденды. То есть он для себя определил, вот это моя стратегия, это мой дивидендный портфель. Тогда здесь ключевым критерием является, что происходит с прибылью компании. Второе, какой размер дивидендных выплат следующий, ну то есть форвардная дивидендная доходность в следующие 12 месяцев на основе текущих отчетов компании, то есть и заявлений менеджмента, сколько они ждут, что они заработают. Какова будет размер чистой прибыли, какой будет доход на акцию, и какова доля чистой прибыли, направляется на выплату дивидендов. В этом случае просто инвестор понимает, какие будут будущие дивиденды. И что происходило в первую очередь с дивидендной доходности в предыдущие 5-10 лет, то есть как компания себя вела. Стабильно это, нестабильно, то есть разовые это какие-то выплаты. И в этом случае, соответственно, важен вопрос, связанный с дивидендами. Плюс уровень долга, который может негативно сказаться на дивидендах, если вдруг что-то будет не то, отрасль, в которой работает компания. То есть для дивидендщика, то есть человека, который ведет дивидендный портфель, для него, соответственно, ключевой момент, важно все, что связано с дивидендами. Это выручка, это чистая прибыль, это размер дивидендных выплат на акцию, можно ли ожидать увеличения, и насколько стабильно выплачиваются дивиденды, от чего они зависят. Если мы говорим о том, что человек является компанией роста, еще больше требуется анализировать факторов. То есть какая доходность акционерного капитала, какая доходность акционерных активов компании. То есть здесь все связано с рентабельностью, с темпами роста выручки, с долговой нагрузкой, и самое главное, в долгосроке смотреть эффективность менеджмента, то есть как они обращаются с долговой нагрузкой. Если компания роста увеличивает долг, что-то покупает, кого-то поглощает, или вкладывает в производство, это должно отражаться и в финансовой отчетности, что да, вот у нас долг увеличился, но вот у нас, соответственно, по прошествии одного года, 12 месяцев начался рост прибыли. То есть это говорит о том, что компания не просто потратила деньги и выплатила бонусы менеджмента, а то, что компания непосредственно развивается. Для компании роста как раз так и является ключевым моментом, как быстро она растет, какая маржинальность у данного продукта, что происходит с клиентской базой, как происходит экспансия, как происходит расширение непосредственно, потому что мы рассчитываем, что у компании есть какая-то технология, которая захватывает рынок, она значит, что в будущем будет работать больше. И там, да, нельзя ждать, что вы получите быстро какую-то сумасшедшую доходность, просто нужно смотреть, как это отражается непосредственно на отчетности. Ну и компания стоимость – это некий такой симбиоз, да, то есть показатель PII, то есть форвардный PII, капы PII – это цена, деленная на чистую прибыль предыдущих 12 месяцев. То есть количество лет необходимых для того, чтобы окупировались твои инвестиции в эту компанию. Форвардный PII – это ожидаемая чистая прибыль следующие 12 месяцев по отношению к текущей цене компании. Ну, в качестве примера, да, чтобы привести в качестве примера, допустим, Zoom тот же самый, да, началась пандемия, соответственно, у компании что произошло? У компании произошел рост чистой прибыли, очень много ей стали подключаться непосредственно, то есть у тебя знаменатель вырос, условно там цена осталась на месте. То есть в этом случае у тебя получается показатель срок окупаемости уменьшается. И мы видели, да, из-за того, что у компании начало в пандемию расти объем выручки, объем чистой прибыли, соответственно, форвардный показатель предыдущих 12 месяцев, этот показатель был низкий, а в следующие 12 месяцев этот показатель вырос, потому что знаменатель увеличился, чистая прибыль увеличилась, и все произвели переоценку, да, то есть все сказали, вау, круто, компания очень много заработала в пандемию, то есть сейчас срок окупаемости достаточно короткий. И наоборот, сейчас, если посмотреть форвардный показатель того же самого зума, из-за того, что все выходят из локдаунов, перестают общаться, перестают пользоваться сервисом или приходят на более пониженный тариф, и, соответственно, показатель плывет, он становится огромным, он становится 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300. Поэтому здесь вот применять показатель окупаемости. Цена балансовой стоимости. То есть для стоимостного инвестора, для Баффета, очень важен вопрос цена, отнесенная к балансовой стоимости, то есть это текущая цена компании, деленная на стоимость чистых активов. То есть если компания распродаст все свои активы, погасит все текущие обязательства, какие у нее есть, вот остаются чистые активы, да, то есть балансовая стоимость, сколько в этой компании фактически активов. Если у тебя этот показатель ниже единицы, ты защищен как акционер от банкротства. Ну, то есть каким образом? Если компания вдруг обанкротится, ты можешь распродать все активы. Я тоже вот приводил такой пример. В марте, апреле 2020 года цена балансовой стоимости, допустим, круизных компаний находилась значительно там ниже единицы, 0,5, 0,7. Что это значило? Это значило, что да, компания простаивает, да, компании нужно очень много платить для того, чтобы содержать эти корабли, свои круизные лайнеры без фракта, без людей, безо всего. Но в случае, если мы возьмем все, стоимость всех круизных лайнеров, которыми владеет Royal Caribbean, продаем их, закрываем все обязательства, которые есть, то в этом случае на 50 центов, вложенных в данную акцию, в данную компанию, у нас, как у акционеров, остается 1 доллар. То есть вот цена балансовой стоимости, которая бывает, как правило, в такие вот критические моменты на привлекательных значениях. То есть, если цена, деленная на чистую прибыль, показатель, нам говорит количество лет, которое необходимо нам, чтобы окупились наши инвестиции, и из этой же формули мы можем рассчитать рентабельность наших вложений, то цена балансовой стоимости фактически показывает, насколько мы защищены, как акционеры, от банкротства. И особенно у компании с высокой долговой нагрузки, у нее может быть достаточный актив для того, чтобы расплатиться. Потому что сейчас действительно может быть такая ситуация, что у компаний с высокой долговой нагрузкой, они могут быть очень серьезно подвергнутся распродажам. Но особенно, что касается, допустим, рейтов, у них очень много недвижимости, очень большой леверидж. Нужно понимать, что у них нужно смотреть на показатель цена балансовой стоимости, то есть стоимость чистых активов. Исторически у этих компаний высокий леверидж, и поэтому сейчас, я думаю, им не очень будет приятно, если вдруг начнут разговоры о процентных ставках, о том, чтобы их повышать. И это будет возможность для того, чтобы купить. Смотрите, как вы защищены с позиции фундаментального анализа. Поможет вам в этом книжка «Разумный инвестор» Бенджамина Грэмма. Вот здесь мы, соответственно, рассказывали о книгах, какие стоит прочитать. И там как раз-таки прикладные книги, одно из которых я рекомендовал, это как раз-таки разумный инвестор, каким образом производить оценку. И также в этом поможет вам наш канал MaxCapital, на который я рекомендую подписаться, щелкнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Максим, спасибо большое за ответ на мои вопросы. От меня однозначно лайк этому видео. Спасибо. Друзья, если вам также было полезно данное видео, ставим лайки, оставляем свои комментарии, что стоит добавить. Может, кому-то нужно больше системности или разбора еще каких-то фундаментальных показателей. Если да, обязательно оставляйте в комментарии показатели из фундаментального анализа, который вам непонятен. Постараемся в следующих видео их разобрать. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok